Эфир канал ОТС продолжает программа «Экстренный вызов». В студии работает Андрей Баев. Здравствуйте. Начинаем с очередного огненного ЧП. Накануне в Кировском районе Новосибирска из горящей многоэтажки спасли 40 человек. Когда начался пожар, многие жильцы находились в своих квартирах. Густой черный дым, который вырывался из лоджии третьего этажа, заметили случайные прохожие. Прибывшие пожарные сначала эвакуировали людей и приступили к тушению. Оказалось, горели вещи на балконе. Дом на Комсомольске известен тем, что считается самым длинным в городе. Его в шутку называют «Великая Чемская стена». Специалисты отмечают, в таком случае медлить нельзя. Кстати, за неделю это уже второе возгорание по этому адресу. Площадь пожара состояла 24 метра квадратных. В результате пожара повреждены домашние вещи в комнате и на лоджии. 9 минут потребовалось пожарным с момента прибытия для ликвидации открытого горения. В результате данного пожара погибших и пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели МЧС. Наиболее вероятное рассматривается как неосторожное обращение с огнем при курении. Адвоката из Краснообска будут судить за мошенничество. Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР закончил работу над делом ушлого юриста. Причем за его карьеру это не первый судебный процесс, на котором он выступает в роли обвиняемого. На скамью подсудимых в очередной раз сядет небезызвестный ростовщик Сергей Пищук. Адвокат давал своим клиентам деньги в долг, а потом забирал их недвижимость. Прибыльный бизнес краснообского юриста в 2017 прикрыли оперативники ФСБ. К тому моменту фигурант уже обзавелся правом собственности на несколько жилых объектов. Он действительно пользовался юридической безграмотностью своих жертв. Сами того не ведая, люди подписывали договоры займа, по которым забрать у них дом или квартиру, не составляло большого труда. Причем на законных основаниях достаточно было дождаться просрочки платежа. Однако до последнего Пищук пытался представить себя жертвой. У меня есть решение суда, что вот эти люди, которые сейчас считаются потерпевшими, мне должны деньги. Достаточно большого количества, в несколько миллионов рублей. Мне нужен был срочно займ для лечения матери и обратилась к нему просто из-за того, что были более-таки лояльные условия, что не нужно было выписываться. Залог был под недвижимость, под наш дом. Платила, год была бы выплатила. И поняли только тогда, когда он просто через месяц перевел все на себя. Наталье Шаминой Пищук одолжил всего 170 тысяч рублей. Дождавшись просрочки платежа, фигурант быстро воспользовался ситуацией и заполучил ее дом. Должники даже не подозревали, что жилье им уже не принадлежит, пока на пороге не появился адвокат с группой поддержки. Мужчина, вы кто? Я представлю Пищук, Сергей Александрович. Я могу 68-го года рождения. Отпусти женщину, я сказал. Руки убери от нее. Кто ты такой? Хозяин. Хозяин, скажите, как собак зовут? Это не мои собаки. Доверенность на все значимые, на все важные юридические действия, соответственно, можно делать все, что угодно по данной доверенности. Он мог оформить договор купли-продажи, он мог оформить соглашение об отступном, он мог оформить договор новации. Да много, в принципе, шансов у него было перевести право собственности. Еще осенью 2019-го суд пришел к выводу, что действия Пищука были ничем иным, как особо крупным мошенничеством. Аферисту тогда назначили пять лет колонии общего режима. Апелляцию он проиграл. Параллельно шло разбирательство по второй серии эпизодов, причем в закрытом режиме, так как потерпевшие жаловались на давление и угрозы со стороны подручных адвоката. Во время предварительного следствия в отношении многих свидетелей и потерпевших применялась физическая сила, применялись угрозы. Они в своих показаниях указывали о том, что боятся расправы, указывали о данных фактах. На основании данных обстоятельств было принято решение о применении к ним мер государственной защиты. Пищук – юрист со стажем, в прошлом служивший в органах. Длительные судебные тяжбы, по большому счету, его конек. Однако раз за разом комбинатор проигрывал процессы. Окончательно назначено к отбытию шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кстати, как установили правоохранители, Пищук сам способствовал тому, чтобы задолженность его клиентов непременно росла. Якобы он уверял, что ничего плохого не будет, если человека рассчитается чуть позже, но практически сразу оформлял недвижимость на себя. В новом деле ростовщика из Краснообска опять четверо потерпевших. И ущерб под 8 миллионов рублей. Вину в преступных деяниях он не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В Новосибирской области осудили представителей сотовой компании, которые занимались незаконным использованием персональных данных абонентов. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Они выяснили, что работники мобильного оператора Вячеслав Ларин, дабы получить выгодные премиум номера, передавал заявление клиентов и с выгодой для себя перевыкупал сим-карты. Его коллега Елена Горина также осуществляла замену симок без обращений самих абонентов, что привело к блокировке и модификации компьютерной информации. Доволенским районам судом Новосибирской области фигурант уголовных дел, признанный виновными в совершении указанного преступления, им вынесено наказание Ларину в виде одного года шести месяцев лишения свободы, Гориной в виде одного года лишения свободы условно. Приговоры в отношении осужденных вступили в законную силу. В Левобережье Новосибирска поймали подростков, которые пытались сбыть наркотики. Один подозреваемый еще школьник, учится в девятом классе. Его подельник студент колледжа. Молодые люди сделали закладку синтетики, на чем и погорели. Еще одного драгдилера задержали в Зайльцовском районе мегаполиса. 49-летний мужчина раскладывал мелкие партии запрещенных веществ в придомовой территории по улице Линейной. Транспортные полицейские изъяли у фигуранта 40 свертков с товаром. После экспертизы выяснилось, в 22 пакетах лежал мифедрон, в остальных гашиш общей массой почти 50 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За такое деяние предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. При каких обстоятельствах задержанных? Дело закладки. Вещества, запрещенные в гражданском обороте, по себе имеются. Беглец пойман. После того, как в СМИ разместили ориентировку сбежавшего почти два года назад заключенного, на его задержание ушло всего несколько дней. В результате отработки одной из информаций, полученной от бдительных граждан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области, был задержан осужденный Тиньковский Дмитрий Викторович, находящийся в федеральном розыске. Осужденный был задержан на территории Зельцовского кладбища города Новосибирска, где он мог продолжительное время скрываться от сотрудников правоохранительных органов. В 2012-м Дмитрий Тиньковский получил 9 лет строгого режима за убийство соперника. Остаток срока ревнивец отбывал в колонии-поселении, откуда внезапно до выхода на волю исчез. Поступок, мягко говоря, странный. Осужденный давно мог бы быть на свободе официально. Сейчас правоохранители выясняют причину его бегства и подробности трехлетних скитаний. Повторю, задержали уголовника на территории Зельцовского кладбища в Новосибирске. И последнее. Дежурный экипаж городских спасателей этой ночью поднимался на опоры четвертого моста через Обь. На стройке века у машиниста башенного крана стало плохо с сердцем. Вот поднялись на кран. Сейчас будем вязать веревки и спускать крановщика. Высота больше 100 метров. Сейчас будем проверять, хватит ли нам веревок. Вызов поступил в пол первого. На место сразу же выехали спасатели МАЗ. Они провели разведку и выяснили, мужчина находится в сознании, но не мог пошевелиться и практически не говорил. При помощи альпинистского снаряжения его спустили на землю. Эвакуация с высоты 100 метров заняла несколько часов. Крановщика передали медикам. Предположительно, у него случился инсульт. На этом у нас пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8-983-510-2005 или на электронную почту редакции экстренного вызова. В студии работал Андрей Баев. Берегите себя и оставайтесь на телеканале УТС. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok